Всем привет, я Арина и это Технокухня. Один из наших читателей подсказал нам интересный ноутбук, который должен понравиться геймерам. При цене от 30 с половиной тысяч рублей, Бук облатает двумя видеокартами GT650M, работающих в SLI режиме, процессором Core i5, винчестером емкостью 1 терабайт, а также и 15,6 дюймовым Full HD экраном. К примеру, оперативной памяти может быть 6, 8 или 16 гигабайт. Вместо i5 может быть i7 процессор. Вместо второй видеокарты может быть DVD или Blu-ray привод, зато в этом случае видеокарта 750M, а не 650M. На наш взгляд, удобнее взять наиболее дешевую конфигурацию, лишь бы там было две видеокарты. Вторая занимает DVD-отсек, снимается без раскручивания корпуса, достаточно лишь подтянуть рычажок. Можно купить DVD-привод и вставлять его при необходимости вместо второго акселератора. Очень удобно. Две карточки творят чудеса. Вот результаты в шестом марке с одной картой и с двумя. А вот в 11 марке. По очкам графики прирост почти 40%. В Heaven было 26 FPS, стало 45 FPS. 6,4 очка в рейтинге Windows. В играх можно поиграть даже в ультра-настройках со сглаживанием. А если нужна скорость, то нужно откатиться до высоких параметров без сглаживания. Система при этом, что удивительно, умеренно тихая. Если с хорошей охлаждающей подставкой, то температуры весьма низкие. Матрица TN, но цветопередача хорошая, углы по горизонтали широкие. По вертикали плохие, что впрочем стандартно для TN. Приятная стильная клавиатура. Два USB 3.0 порта и еще один USB 2.0. Есть и Bluetooth 4 и Wi-Fi 802.11n. Шести ячеистой батарейки хватает на 5 часов офисной работы в энергосберегающем режиме, 4 часов интернета с Wi-Fi или 2,5-3 часов игр. Хотя играть надо с подключением к сети, чтобы не падала производительность. Вес под 3 кг. Нелегкий. Но игровые конкуренты типа Dell Alignware стоят еще дороже. В общем, рекомендуем и советуем. Всем, кто за 30 тысяч рублей ищет достаточно мощный игровой ноутбук. Разочарована вы не будете. Наша награда золото. А с вами была Арина. Увидимся.